Сейчас я расскажу все подробности одного из главных событий прошлой недели, а вы пока подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайки и главное комментируйте и задавайте вопросы. На некоторые из них я дам подробные ответы в отдельном видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Уганда Джеже Адонго подписывают совместные заявления Российской Федерации и Республики Уганда о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве. Комичность ситуации в том, что Уганда сельскохозяйственная страна. Какое оружие в космосе она может первое разместить, непонятно. Может разве что в будущем. Но пока благосостояние Уганды оставляет желать лучшего. Это одна из самых бедных стран на планете. Так что переговоры о неразмещении оружия в космосе с Дартом Вейдером выглядели бы более правдоподобно. В Кремле явно ищут международного внимания. И отчасти его получают. Только нужно понимать, что речь идет не о партнерстве, а о том, что из-за войны в Украине России теперь приходится действовать в угоду тех стран, которые еще готовы публично пожимать руку Путину. Китай – яркий пример. Си Цзиньпин говорит о всеобъемлющем партнерстве, но в то же время явно преследует свои интересы. Россиянам, похоже, придется массово учить китайский язык. Вон даже спикер Российской Госдумы Вячеслав Володин предлагает всем садиться за учебники. Смотрите сами. Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Потому что английский – это мертвый язык. Все. Время ушло. Специалисты говорят, что научно доказали. Чем больше языков использует в своей жизни человек, тем меньше у него вероятность захворать болезнью Альцгеймера. Наверное, поэтому к великому русскому теперь предлагают добавить еще и великий китайский. Но английский с немецким учить в Кремле точно не посоветуют. Изучать другие славянские языки, очевидно, гордость не позволит. А вот китайский – в самый раз. Хотя это уже и без советов Володина давно делают. Вон недавно скандал был в городе Берцк Новосибирской области. Там ресторан «Вкусная точка» тот самый, что импортозаместил Макдональдс. Даже не заморачивался сделать меню на русском языке. Что, мягко говоря, удивило некоторых посетителей. Смотрите сами. Я пришла заказать «Вкусная точка» что-нибудь. Здесь меню по-китайски и не написано, что входит в состав каждого бургера. Как же выбрать бургер? Кстати, Новосибирск – третий после Москвы и Питера по численности населения город. А Берцк, по сути, его сателлит – пригород. Так что удивительно, что там забыли русские буквы. Хотя чему тут удивляться? Зачем говорить о далеком Новосибирске, если в Москве вон произошло грандиозное событие? Я вам сейчас дословно зачитаю новость. Состоялась церемония передачи компьютерной техники посольством Китайской Народной Республики в Российской Федерации Институту стран Азии и Африки МГУ. Грандиозное событие. Нет, это не моя оценка. Это прямо так на сайте и написано. Учить китайский за российские деньги не получается. Деньги идут на войну против Украины. Поэтому даже компьютеры китайцы покупают. Но это еще не все. Шеститомник «Духовная культура Китая», между прочим, удостоенной государственной премии России, был также издан на китайские деньги. Вот так и выглядит то ли изменение политического курса на Восток, то ли построение многополярного мира на практике. Люди играют в большую глобальную дипломатию и ждут подачи в виде книг и компьютеров. Кстати, о деньгах и о дипломатии. Дипломатия, штука, между прочим, недешевая. За то плати, за все заплати. Там в Европе газ дорогой. А значит, и счет за коммуналку российскому посольству немалый выставит. А в Чехии, например, вообще вспомнили, что Россия за аренду земли, которую используют для своих дипучреждений, вовсе не платит. Не платит по традиции советских времен. Причем, как выяснилось, Россия долгое время использует землю не в дипломатических, а в коммерческих целях и не реагирует на неоднократные предупреждения со стороны чешской дипломатии. Поэтому эти договоры о безвозмездном использовании земельных участков денонсировали. Ведь нет никаких причин и дальше предоставлять землю бесплатно. 59 земельных участков, которые российские дипломаты использовали в личных целях и сдавали в субаренду. Теперь Чехия еще и требует от России компенсацию в десятки миллионов крон из-за такого безосновательного обогащения за последние три года. Журналисты разных международных изданий прикладывали значительные усилия, чтобы получить хоть какой-то комментарий от российского посольства в Праге. Но там предпочли многозначительно промолчать. Ну а что тут скажешь? Не знаю, то ли Путина так обидел тот факт, что за аренду земли нужно платить, то ли по какой-то другой причине, но он вспомнил, что в Чехии живут многие политэмигранты из России. Но свои детские обидки Путин высказал как мог. А где, вы сказали, собирались эти доброхоты в последний раз? В Праге? В Праге. Красивый город. Да. Там пиво, спикачки. Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться. Спикачку. И пусть дальше продолжают пить пиво. По-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить. На секунду отвлекусь, и напомню, что у Путина к пиву особое отношение. Смотрите сами. Ну, изучать гормональный баланс российского президента я не буду. Скажу только, что в принципе список спиртных напитков в России стремительно сокращается. Вон даже лояльная Армения не хочет коньяк России продавать. Ереванский коньячный завод, производящий коньяк Арарат, уже прекратит экспорт своей продукции на российский рынок. Ну и, в общем-то, логично. Ведь ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван опасается санкций со стороны Запада за сотрудничество с Россией. А алкоголь, между прочим, важный элемент российской дипломатии. Помните, кого в Москве называют стратегическим партнером? А это водочка? Да, это не великая стена, но мы же в России. Это не в Сан-Чан. А, мы еще в Сан-Чан. Мы все свои... Если я пойду. Кстати, Си Цзиньпин поздравил с днем рождения президента Казахстана к своим же Марта Такаева. А вот Путина то ли поздравил, то ли нет. Ну, Песков говорит, что Си Путину в прошлом году телеграмму присылал. Да только вот об этом на китайских правительственных сайтах ни слова. Песков говорит, традиция у китайцев такая. Не афишировать поздравления. Да вот на сайте Кремля тоже о поздравлении всеобъемлющего партнера забыли упомянуть. Кстати, поздравление с сакральным для Путина 9 мая Си ведь тоже проигнорировал почему-то. Дипломатия штука не только дорогая, но и тонкая. Так что вы уж смотрите сами. Ну, а пока Лавров со своим коллегой из Уганды космические сделки подписывает, в Африке у Путина тоже, похоже, проблемы. Саммит Брикс уже совсем скоро, а российскому президенту туда, ну, на всякий случай ехать не рекомендуют. Ну, вдруг вспомнят о бордере на арест и все же арестуют. Кто знает. Иронично, что МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Хана того самого, который этот ордер и выписал. Как по мне, то Хан не сильно-то и скрывается, но российскому МВД, очевидно, виднее, конечно. А ведь было время в далеком 2006-м, к примеру, когда Путин спокойно по Дрездену гулял. А теперь вот даже в ЮАР на саммит не может поехать. К чему это Дрезден вспомнил? Нет, даже не потому, что правительство Германии обещало Путина в тюрьму закрыть, если он к ним снова приедет, ну а потому, что Германия заморозила российские активы на сумму более 5 миллиардов евро. Как государство-агрессор, Россия обязана по международному праву выплатить репарации Украине, говорят в немецком правительстве. А это ведь только начало. И тут очень удачно можно привести цитату бывшего министра экономического развития России Андрея Нечаева. Тот описал ситуацию в России вот как. Не то плохо, что мы взб**ли, а что мы решили в нем устраиваться. Ну а тем временем в Тбилиси на прошлой неделе приземлился первый за 4 года самолет из Москвы. Россия все же смогла договориться с грузинским правительством о прямом сообщении. И оно на это пошло, несмотря на протесты и возмущения грузин. И на санкции, которые теперь угрожают самой Грузии. Грузины, кстати, встречали этот борт с пожеланием ему отправляться вслед за всем известным русским кораблем. Кремлевские СМИ тут же попытались, как и во времена Украинской революции достоинства, рассказать о том, что протестовали несколько сотен людей, которые сами не понимали, в чем, собственно, проблема с прямыми рейсами в Россию и из нее. Однако в современном мире тяжело утаить кота в мешке. Вот видео с протеста в центре Тбилиси. Смотрите сами. Поговаривают, что подсункционная дочь Сергея Лаврова Екатерина Винокурова тоже в Грузию прилетела. На свадьбе погулять брата своего мужа. Да не судилось. Утром 20 мая грузинские активисты пришли к гостиничному комплексу Кравелли Лейк Резорт в регионе Кахетия, где, предположительно, и остановились родственники Лаврова. Полиция оцепила периметр и задержала 16 человек. Президент Грузии Саламезу Арбешвили сообщила, что семья, из-за которой вспыхнули протесты, уехала. О чем это все говорит? Тут сразу несколько выводов. Главный. Что бы ни говорили власть имущие, грузины четко демонстрируют, что будут и дальше строить гражданское общество. Ну а еще приезд дочери Лаврова первым прямым рейсом это сигнал, что Москве начхать на то, что думает грузинский народ. У них свои геополитические интересы. Даже если большая российская геополитика заканчивается там, где начинается маленькая, но свободная Грузия. Все мы уже стали привыкать к тому, что в прессе то и дело появляются новости о том, что против России вводят новые и новые санкции. Пока все считают, что Европа утвердила 11-й пакет. Но пакеты, думаю, уже скоро перестанут считать. На прошлой неделе США ввели новые экспортные ограничения. В них вошли более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт. В Кремле санкции вызывают дипломатическое биполярное расстройство. То кричат, что они России нипочем, потому что все могут импортозаместить, то возмущаются, что ввели санкции незаконно, поэтому будут их всячески обходить и так называемый параллельный импорт развивать. И тут как раз на арену выходит Турция и страны Центральной Азии, которых часто уличали в нарушении санкционного режима и даже комиссии специальные приезжали с рекомендациями. Такого не делать. Только вот сейчас в Турции собственные задачи. Эрдоган не прошел в один тур и может пролететь во втором. А вот его основной конкурент Кемаль Келычдар Аглу может спокойно не только прекратить санкционную эквилибристику, но и собственные санкции ввести в случае победы. Но впереди еще второй тур президентских выборов Турции, так что посмотрим. А вот что касается стран Центральной Азии, то паника уже начинается даже в российском МИДе. Там заявляют, что некоторые страны Центральной Азии также могут присоединиться к западным санкциям. А что же произошло детально разберем уже в следующем блоке. Смотрите сами.